Второй день в Швеции в маленьком городке Йончопинг оказался солнечным и ясным, но при этом настолько было прохладно, что нам пришлось одеть куртки, которые мы, конечно, заблаговременно взяли с собой в Швецию. Перед прогулкой к комплексу DreamHack'а мы решили немного оглядеться вокруг и пообщаться с местными аборигенами. Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Джофф и мы ведем репортаж из Швеции. Это маленький городок Йончопинг и сегодня первый день DreamHack'а, где мы еще окажемся. А пока что рядом со мной сидит Гурки, главный редактор сайта Virtus.pro. Привет! Да, привет, Костя. Как дела, Родио? У меня хорошо, а ты не родила? Я это, я пока не родила, но на самом деле от местных красот уже где-то там близко что-то подступали. Я чувствую внизу живота, знаешь, бабочки из животеля, как говорят, глумурные девочки. На самом деле, ребята, Йончопинг удивляет своей простотой, добротой, душевностью. Это такой вот среднестатистический шведский городок, где все размеренно, нет каких-то событий, которые близки нашей русской душе. Знаете, типа там, ЖЭК сделал так, что трубу прорвало, да, там где-то драка, где-то менты хапанули, где-то что-то еще. Тут все спокойно. Тут вот как в фильмах вам показывают, да, в европейских, тут вот так все происходит. Сейчас вы увидите, ребята, небольшую нарезочку из достопримечательностей этого небольшого шведского городка, после чего вы окажетесь сразу в Йончопинге, и мы начнем вам рассказывать и показывать, что же там интересного происходит и на что все-таки стоит посмотреть, если вы в следующий раз окажетесь в следующем году уже тут. Мы стоим возле озера, на котором и стоит Йончопинг. Как говорят, Одессита, который уже видел море, ничем не удивишь, но я действительно удивился, потому что озеро очень чистое. Наши специальные гости – это две уточки или, может быть, селезня, как нам подсказал наш оператор Леонид. Ну, очень красивые. Вам сейчас тезка моих покажет. Ну, это реально класс. Они плавают, они кушают, и это клево. Я тоже хочу кушать. После прогулки вдоль озера мы отправились в центр города. Сначала мы повстречали настоящий шведский лохотрон. Мужичок за столиком предлагал прохожим попытать свою дачу за небольшую плату. Я, как настоящий одессит, конечно, ничему не удивился, но было немного странно видеть такие виды заработка в цивилизованной стране. А потом мы встретили прекрасную девушку с крылышками и фатой. Оказалось, что она собирается выходить замуж, но по шведскому обычаю перед этим должна пройтись по улицам и попросить у случайных людей советов по семейной жизни. Все эти советы она старательно записывала в свой блокнотик. Ну, что ей мог пожелать задрот вроде меня? Конечно, научиться хорошо играть в компьютерные игры. Потому что Швеция – страна весьма толерантная, и там не смотрят косо, если человек зарабатывает себе на жизнь киберспортом. А вот жена, которая не умеет хорошо играть в Доту 2, для кого-то может стать серьезной проблемой. Несмотря на будний день, в городе было людей дофигища. Плюс, конечно, к этому прибавлялось и то, что у местных школьников был выпускной, поэтому фриков бегало огромное количество. Двух из них мы встретили и оперативно засняли. Я не скажу за всю Одессу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вот, наконец-то, мы добрались до самого крупного киберфестиваля в мире – DreamHack. Он размещается в пяти огромных выставочных павильонах, где в течение нескольких дней геймеры со всего мира денно и ночно живут у своих компьютеров. Сейчас вы видите, как за моей спиной ребята и девчата идут к главному входу, дабы пройти регистрацию и попасть внутрь. Некоторые несут с собой компьютеры, некоторые стулья, а кто-то еще и матрацы, и горшочки с цветами, и одеяло с подушками. В общем, игроки всячески обустраивают свое жилище на ближайшее время. Уже сразу в холле комплекса разместились первые задроты. Видимо, их никак не смущало то, что тут постоянный проходной двор. Ну, зато туалет близко. На втором этаже холла была пресс-зона, где мы и работали. Итак, что мы видим позади меня? Позади меня первый огромный зал всех этих павильонов. Тут ребята сидят, тусят, играют. Вот, некоторые спят, как видите, некоторые куда-то отошли. Кто-то вообще уже не в адеквате, кто-то пришел со своими компьютерами, кто-то даже с креслами, водичкой, подушками, цветочками, даже с вентиляторами и холодильниками. Вот там у нас, ребята, Dream Expo, павильон, где различные фирмы представляют свои новинки. Там у нас, ребята, часть для про-геймеров, зона для про-геймеров. Мы еще туда пройдем сегодня. Там StarCraft, Dota 2, League of Legends, абсолютно нереальная League of Legends, я вам потом расскажу, почему, CS GO и, конечно же, World of Tanks. World of Tanks, и сегодня там наши ребята будут играть за первое место бороться с Synergy. Итак, ну, для начала, наверное, давайте пройдем на Dream Expo и посмотрим, что же там есть интересного. Погнали! Вот это, ребята, стенд игры SimCity. Как видите, сейчас я сижу на очереди в домном диванчике. Честно говоря, я думал, что у меня дома большой диван, но, глядя вот на это, на эту штуку, я понимаю, что то, что у меня стоит дома, это, ну, полная фигня. Вот это офигенный диван, очень удобный, и, я думаю, даже 40-50 китайцев найдут эту вещь очень удобной и незаменимой. Здесь у нас много различных стендов, маленьких и больших. Например, это стенд Asus, Asus Rock, Republic of Gamers. Ребята играют на самых совершенных компьютерах, тестят их и так далее. Тут же можно найти материнки, а вот еще дальше есть небольшой выставочный стенд, который я хочу вам показать. Идемте посмотрим ближе. Тут две мощные видеокарты, по-моему, то ли в Славе, то ли в Crossfire, я просто в этом не разбираюсь особо. Водяное охлаждение. Ну, в общем, такой вот стендовый монстр. Очень красивый луп. Да, да, да. Это очень красивый луп. Это, ребята, был голубой экран смерти только что. Очень страшно, что ты его получил на камеру. Да. Парень говорит, что печально, что-то случилось на камеру. Ну, ничего. И вот я хочу вам, ребята, показать вот этого монстра, который стоит примерно 4 тысячи долларов. Ну, this is my dream. Посмотрите, GTX, Titan, Sly, да, по-моему, это называется. Sly, последний процессор, водяное, Corsair, охлаждение, 1200. Тут в рейде 200 сдшки на 156. Ну, в общем, все характеристики есть тут. И, конечно, корпус Cosmos 2. Выглядит офигенно, честно. Вот выглядит просто офигенно. Леня, Леня, развернись, посмотри туда. Что я сейчас увидел? Very look nice girl. Идемте, наверное, что-нибудь спросим у девушки. Конечно, мой английский весьма печален, но я надеюсь, не хватит на слова типа «Sun and Shining» и «Лондон» это capital of Great Britain. Привет! Что ты делаешь здесь? Я коспляю. О, коспляю, это хорошо. Что же ты коспляешь? «Мисс Fortune» из «Лига Легенд». О, это хорошо. Что ты думаешь о Дота 2 и его героях? Какие герои из «Дота 2»? О, я думаю, что я играл один игрок из «Дота 2», и я думаю, что это очень весело, но это гораздо сложнее, чем «Лол», который из-за «Дота». Но это выглядит весело, я буду пробовать больше. Так, да. А в чем ты любишь? Дота 2 или «Лига Легенд»? «Лига Легенд», я извиняюсь. На Dream Expo было много вкусняшек, но самое навороченное мы нашли вне его. Сразу в первом же зале мы встретили чувака, у которого был компьютер за 8 тысяч долларов. Три видеокарты «Титан», топовый процессор «Экстрим-серий», SSD в рейде и навороченное водяное охлаждение на все комплектующие. Конечно, камера не смогла заснять всего этого великолепия из-за слабого освещения. Но поверьте, такая махина смотрелась впечатляюще. В остальных павильонах DreamHack'а было примерно то же самое, что и в первом. Очень много компьютеров, очень много задротов и удушливый, убивающий все живое на своем пути, запах настоящих геймеров. Давайте посмотрим на это. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И, конечно, нельзя забывать и про турнир. Во время всего этого задротства на DreamHack'е проходили соревнования по нескольким дисциплинам. Dota 2, CSGO, StarCraft 2, League of Legends и, конечно же, World of Tanks. Предлагаю вам посмотреть несколько фрагментов из финальных матчей и окунуться в атмосферу турнира. А что же там танки? А танки, к сожалению, не могут похвастаться такой же зрелищностью и интересным геймплеем. К сожалению, все последние крупные турниры по нашей игре проходят в постоянном кустосидении и дефе. Я искренне надеюсь, что киберотдел нашей игры наконец-то возьмется за голову и изменит формат турниров. Ибо на данный момент даже крупные призовые фонды в миллионы долларов не могут привлечь внимание зрителей к миру танков, как киберспортивной дисциплине. На этом, дорогие зрители, я с вами прощаюсь. Это был Джофф и это был репортаж из DreamHack'а. Заранее, ребята, извиняюсь за свою косноязычность, за волнение и за свой печальный английский язык. Надеюсь, вы поймете и простите. Все-таки это у меня было в первый раз. В следующий раз обещаю вам будет намного лучше. Если вам понравилось видео, не забывайте жать лайки и не забывайте подписываться на канал. Исходя из количества лайков, я, ребята, буду судить о том, делать в будущем такие репортажи или нет. А также, конечно, пишите в комментариях о том, о чем вы хотите в будущем увидеть репортаж, о каком мероприятии или событии. На этом у меня все. С вами был Джофф. Удачных вам нагибов и увидимся уже завтра на канале с новым видео. Чао, какао. Субтитры сделал DimaTorzok